Можно ли в парке выгуливать собаку? И могут ли аттракционы соседствовать со специально отведенным для этого местом? Такой вопрос обсудили в парке 30-летия ВЛКСМ. Свои позиции выразили собаководы, отдыхающие и дирекция парка. Жарких споров наша съемочная группа не заметила. Все сошлись во мнении, что главное в этом вопросе – культура поведения. Встречи на свежем воздухе больше всего рады собаке. И именно их присутствие в парке культуры и отдыха – тема обсуждений. Выгул, объясняет собравшимся Наталья Чайко, это свободное передвижение собаки под контролем хозяина. Это понимают собаководы. А вот простые люди после такого передвижения замечают на снегу цветные пятна. Поэтому и специально отведенное место в сознании – это общественный туалет для животных. Во многих случаях так все и происходит, соглашается Наталья Чайко. Но проблема здесь – в воспитании человека, хозяина животного. У собаки они справляют нужду везде. И я не думаю, что у кого-то будет прямо целенаправленно привезти собаку, чтобы она здесь, простите, справила нужду. Здесь опять-таки возвращаемся к вопросу о культуре. Если у тебя собака справила нужду на этой площадке, то есть ты будешь убирать пакетик, выбрасывать мусор. Все гениально просто. То есть я всегда привожу тупейший, грубейший пример. Почему-то, когда ходите в туалет, вы смываете. Ну, никто же не приходит за вами, это не делает, потому что вы так приучены. С собаками то же самое. Если ты воспитан, ты уберешь. Нет, ну, здесь не поможет ничто. Ответственные собаководы – так сами себя называют эти люди. За питомцами они убирают. И не только в специально отведенных местах. К тому же площадка для выгула – это еще и тренировочная площадка. И она необходима, высказывает мнение владелица Колли. Нужны барьеры собачки. Вот я, например, двухметровый барьер, прыгаем туда на сцену, учимся. Мне негде больше научить. Нужен бум, нужны там еще какие-то, ну, я не знаю, снаряды. Кому-то не надо, вот, допустим, издовому спорту. А нам надо служебным собакам. Чистотой в парке и безопасностью его посетителей обеспокоен директор Константин Лукашевич. Запретить вход посетителям с животными не могут. А те, в свою очередь, пренебрегают правилами. Животные должны быть на поводке, животные должны быть с намордником. У хозяина животного должен быть мешочек, совочек, для того, чтобы, если что-то произошло, они собирали и уносили. Вот такого не происходит. То есть хаос полный. Родители, пришедшие в парк с детьми, тоже включились в диалог. Видеть в парке собак некоторые не хотят. Без хозяина, тем более без намордника, без поводка нет, потому что кругом детки. Условия резонны и устраивают как отдыхающих, дирекцию парка, так и собаководов. Быть или не быть в парке месту для выгула собак решат в специально созданной группе ВКонтакте. Площадка для выгула собак уже появилась здесь, на территории парка «Зеленый остров». Ее построили в декабре прошлого года. Землю выделила администрация города. А вот все оборудование легло на плечи самих собаководов. По-хорошему, здесь только огорожена территория. Работы продолжат весной этого года. Эта площадка станет и тренировочной. За ее чистотой следят владельцы собак. А вот за пределами огороженной территории снег не белый. И это говорит лишь о культуре поведения владельца собаки. Но ведь пострадать, пусть и не смертельно, могут отдыхающие. Влететь в цветные кучи. Очень просто. Денис Онос, Сергей Гаврилов, Антена-7.